Привет. Сегодня у нас занятие, посвященное SE Linux. Это именно та штука, которую все первым делом выключает. Да, никто не знает, что это такое. Сегодня попробуем, постараемся немножко посмотреть, в общем, что это такое, обзорник, и расскажу вам про инструменты администрирования всего этого дела. Поговорим про доступ, по архитектуре SE Linux, да, вот управление, как всем этим делом управлять, отладка, посмотрим, что там SE Linux нам пишет в логе, и что еще можно почитать, и откуда брать информацию про SE Linux вообще. Смотрите, это именно больше про безопасность. У нас есть по факту два вида контроля доступа, да. DAC дискретный контроль доступа или дискреционный, вот, это стандартный пользователь группа, ну, наши стандартные права, RUX, там, да, даже расширенные атрибуты туда же входят в этот, ну, потому что атрибуты, ну, в смысле, которые мы ставим Get FCL, да, Set FCL, ну, вот эти POSIX ACL, POSIX ACL, правильно называется, да. По факту это просто расширенный, да, дискреционный контроль доступа, ну, вот, ничего нового. Есть вторая категория, это MAC, мандатный контроль доступа. Это политики, которые не привязываются к пользователю группе. С помощью мандатного контроля доступа мы можем ограничивать все, что угодно, процессы, файлы, директории, порты, и как раз вот SE Linux это вот про MAC, про мандатный контроль доступа. Вот. Мандатный контроль доступа реализовывается не только в SE Linux. Ну, то есть, его нет на BSD, допустим, или там в SE Linux? На BSD, не знаю, если честно, не работал. Не отвечу так. Ну, вот, вообще... Вот, с учетом того, что прям название идеи... Да. Нет, есть, на самом деле, несколько еще реализаций MAC, да, мандатного акцесс-контроля доступа. Есть еще... Все из нас, наверное, слышали о Parmar. Вот. В основном в Ubuntu тоже присутствует. Вот. И... Я себе где-то записал. Траст и Солярис. Вот. Траст и Солярис был очень давно. Еще даже, по-моему, раньше, чем SE Linux. Вот. Вообще, откуда он взялся, SE Linux, и зачем его придумали? Вообще, это разработка ANB США, да, агентства, которого нет. Просто дело в том, что в какой-то момент, чтобы, как сказать, чтобы операционная система Linux прошла сертификацию, да, и могла использоваться на военных машинах, да, в США, у них есть определенные требования. Чтобы эти требования соблюсти, вот, придумали SE Linux. Что там имеется в виду? Надо, чтобы было не только разграничение прав, и не только там, вот, как мы обычно привыкли, да, там, типа, один процесс тебе, сюда нельзя, сюда можно, да, там должно быть более, так сказать, гранулярные политики, да, там, именно уровни доступа, вот, типа, там, ну, документы первого уровня доступа, второго, там, ну, там, супер секретные, там, пипец секретные, там, или там, не особо секретные, да, вот. Вот этот вот SE Linux, он все это позволяет нам сделать. Вот. SE Linux интегрирован в ядро, вот, соответственно, у нас все, что вообще у нас происходит в системе, происходит через системные вызовы, и все это дело мы можем с помощью SE Linux контролировать, настраивать, запрещать и разрешать. Вот. SE Linux мы можем, например, ну, вот, ну, вот просто, да, самое простое объяснение, вот, если у нас права доступа, вот, как обычные, там, пользователи, несколько, да, у нас есть графическое какое-то приложение для работы с JPEG-ами, с картинками. Если мы его запускаем в обычном контексте пользователей, да, то вот это вот приложение, которое работает только с картинками, оно имеет доступ ко всем нашим файлам, даже к видеофайлам, которым, по идее, ему, как бы, оно ничего с ними не делает, но доступ имеет. Но, по факту, оно может их сохранять, удалять, там, еще что-то открывать, да, где им доступ. То есть, если наше приложение для работы с картинками ломанут, как бы, да, оно имеет доступ ко всему, к чему мы сами имеем доступ. Ну, вот. SE Linux как раз для этого придуман для ограничения такого, оно выше, получается, да, лежит чем, или, наоборот, ниже. Нет, наверное, выше, сначала идут, как бы, вот эти вот обычные атрибуты, да, RVX наши, а дальше уже идет проверка SE Linux. Вот, то есть, если мы приложение с помощью SE Linux ограничиваем, мы можем сказать, что, вот, давай-ка ты только, вот, работаем только с картинками, и все, больше никуда не ходи. Все. Вот. А, ну, вот, у меня, да, написано, для чего использовать запуск программ с минимальными привилегиями только с тем, что, вот, им конкретно надо. Вот. Защита от эксплойтов, ну, это тоже такой, как это, это не то, чтобы антивирус, да, а имеется в виду именно то, что, если ломанули нашу программу, да, она, и у нее минимальные привилегии, как бы, дальше того, что можно этой программе, да, злоумышленник не пролезет. Заизоляция. А? Да, да, именно изоляция. Это, вот, тоже, когда готовился к лекции, встречал, там, какую-то статью, там, разгромную статью, там, кто-то написал о том, что ваш этот SE Linux не работает, там, я что-то пытался, говорит, Apache им защищать, который, я его поломал и получил доступ, там, к какому-то файлу, там, видсеттера PSVD еще, ну, или еще к какому-то, ну, пример просто, да. Ну, вот. Так, ему, там, этот, один из разработчиков SE Linux тоже ответил, просто, у себя в блоге написал, говорит, чувак, ты просто не понимаешь, зачем это надо, потому что, если, в принципе, у нас Apache разрешено читать этот файл, да, то мы SE Linux должны, как бы, разрешить ему читать. Соответственно, если ты его ломаешь, как бы, ты все, ну, ты к этому файлу все равно получишь доступ. Ты не получишь доступ к тому, к чему, как бы, ты, с E-Linux тебе запрещено. Как бы, именно вот такой, типа, контейнером, да, сказать. Ну, вот. Ну, и, соответственно, защита пользовательских данных. Тоже понятно, да, что если мы приложение какое-то защищаем, вот, то к данным мы можем, соответственно, это ограничить доступ с помощью SE Linux. Для чего не предназначен SE Linux? Для аудита кода. Ну, тут тоже такой, имеется в виду для просмотра того, что наше приложение делает, да, что проверки вообще, насколько это хорошее приложение, да, или там плохое. Здесь мы можем единственное, что сделать, запустить, если Linux, ну, или не запустить, а, в принципе, смотреть по логам SE Linux, да, и там будет видно, куда наше приложение пытается влезть. Вот. Будет видно, да, что оно пытается какие-то файлы сохранять, там, туда-сюда, что ему не разрешено. Вот. Что тоже разрешено, что нет. SE Linux, это вообще демо? Или это такой набор? Нет, это не... Это кусок ядра, получается? Да, это есть. Да. Это именно в ядре. По факту, ну, как ты проверяешь, сначала у тебя, получается, проверяются права доступа, вот, и стандартные, да, наши ICL, там, да, RVX, а дальше у тебя идет уже проверка SE Linux, как второй слой такой. Вот, то есть, если ты правами доступа запретил, а SE Linux разрешил, то ты все равно доступ не получишь, если у тебя права. Соответственно, как бы тоже урон, двухслойно такая получается. А при этом SE Linux пишется отдельный врус? Да, конечно. Мы сейчас подальше поговорим, посмотрим, как там, что это происходит. Не предназначен для шифрования, как бы, там совершенно никакого шифрования нет в SE Linux, вот, ну, и обновления, они, как бы, никуда не деваются, как бы, все равно надо обновлять, потому что там выходят какие-то эксплойты, выходят постоянно патчи, там, еще какие-то исправления ошибок, ну, вот, такие дела. Так, что еще? Дальше. Политики SE Linux. Смотрите, вот, да, я сказал, что мы можем ограничивать наши приложения какими-то, так называемыми, политиками, да. Политики, откуда они берутся? Мы можем писать политики сами. Мы можем, там, взять учебник по SE Linux, там, такой толстый, вызуприть все это дело, там, и разобраться, как работает программа, куда ей надо ходить, куда ей надо ходить, куда ей не надо ходить, и взять, написать полностью конфиг. Но, на самом деле, политики уже для большинства программ, по крайней мере, для тех, которые есть в стандартном дистрибутиве, да, они все есть. Даже и для самых известных, там, Джинс, Апач, там, еще все остальное, да. А они сразу ставятся, или они просто где-то есть, и их надо подключать? Нет, стандартные политики-то не надо подключать, тебе надо просто включить режим этого SE Linux, в защищенный, переключить. Ну, и сейчас я тоже скажу, что у нас, и по факту политики уже есть. То есть они в стандартном поставке? Политики ты можешь загружать, они как дополнительные модули могут использоваться, да, ну, могут подгружаться, там, в зависимости от разных программулин, политики могут быть прямо либо в системе, либо ты можешь взять политику, если там как-то ментейнер программы поддерживает политики SE Linux, он может свою политику приложить к своей программе, получается, да. Но если у нас программа, которая не поддерживает политики SE Linux, да, она просто будет работать в другом контексте безопасности, да, вот, так называемый контекст безопасности, который, имеется в виду, что у нас, как бы, контекст безопасности, это то, что мы ограничили политикой нашей. Как бы, для каждой программы у нас свой контекст безопасности, вот, какие-то свои ограничения, вот, соответственно, для программ, которые не определены, которые не подпадают под политики, у них будет контекст безопасности, такой будет unspecified, ну, мы сейчас посмотрим, наверное, там, не должно быть. Да, стандартный, типа, не определенной, то есть SE Linux к ним не будет приставать, не будет им мешать, вот, ну, не должен, по крайней мере, вот. Так. Контекст безопасности у нас, либо он задан, либо не задан, вообще, на файловой системе контекст безопасности должен быть у всех файлов задан, в принципе. Вот, то есть у нас есть контекст безопасности не только для процессов, да, вот, которые, когда я сказал, типа, ограничивают, куда ему можно ходить, куда нельзя, да, у нас есть контекст безопасности для файлов. Да, типа, если у нас файл лежит в домашней директории рута, например, у него будет контекст безопасности, это у меня тут было сохранено, в общем, что-то там, home root, так и называется, да, если мы возьмем другой файлик, посмотрим, там, в домашней директории другого пользователя, у него будет контекст безопасности того пользователя, другого. Вот. Соответственно, при включении SE Linux, он пробегает и по всей системе нам выставляет контекст безопасности. То есть, ну, как бы определяет для всех файлов. Соответственно, понятно, да, что у нас, если... Да. Это делается при старте системы, да? Нет, он при старте SE Linux. Ну, то есть, при старте этого времени старта операционного. Нет, смотри, ты же можешь... Крус включает. Да, 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 если у тебя сразу включен SE Linux, то есть он всем вот раздал контекст безопасности, все, один раз. И они сохранились, как бы, да. Просто ты же можешь его потом отключить, либо ты можешь стартовать, вставить систему с отключенным, с Линуксом, как бы, да. Ну, вот. Соответственно, у них контекста безопасности не будет. Вот. Дальше я покажу, там, как ему задать принудительно. Мы можем этот контекст безопасности либо принудительно выставлять для определенных файлов, вот, либо задать там специальные файлик переменную, да, который нам скажет, что, типа, при включении системы нам этот контекст безопасности для всей системы проверить и выставить по дефолту. Так. Слушай, у меня вот вопрос. Если получается, я просто беру на систему с отключенным, с Линуксом, вставлю какой-нибудь софт, ну, он попадает в интернете безопасности, ну, а он дефолит. Если с отключенным, он ни в какую не попадает? Нет, если включенный. А, включенный, да. Он куда попадает в Линуксом? Смотри, если у тебя, если этот софт, знают о нем, если или нет, если для него есть политики, то все, как бы, к нему принимается политика, все ошибись, ты работаешь. Значит, у тебя процесс попадает в политику unspecified, ну, вот. И для него все равно подписаны какие-то политики. Да, какие-то все равно, это политики, которые к этим, к unspecified, относится. А, для библиотек. А, для библиотек. Смотря, где они находятся. Смотрите, сейчас мы попробуем. Так, что-то у меня запустилась в ртолок. Посмотреть. Сейчас, сейчас, можно. У меня сеть, а, у меня сеть. У меня сеть еще. Так. Угу. 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 Вот так, мы чуть... А, давайте... Я сейчас вам на деме сразу покажу. Смотрите, контекст безопасности для веб-сервера для патча я поставил, и сейчас мы попробуем с ним поиграться. Исполняемый файл. Вот у нас, посмотрите, есть как бы контекст безопасности для файлов, для процессов, да. Файл имеет тип http.exec.t. У нас утилита лс уже давно имеет файлов, который позволяет нам посмотреть именно SE линуксовые права, контекст безопасности, он нам все покажет сейчас. Вот. Вот. Это появилось, я не знаю, там еще, наверное, с четвертой версии CentOS или RedHut. Вот он. Вот контекст безопасности нашего htb.exe.t. А, вот. Т, нижнее подчеркивание t, это просто как соглашение по факту, да, что обозначение контекст безопасности для файлов у нас, ну, не для файлов, а в принципе, да, обозначение контекст безопасности заканчивается на нижнее подчеркивание t. Вот. Документы var.vvhtml имеют тип вот такой вот, значит, это pd, sys, content.t. Вот. Процесс запускается в домене. Домен, это вот как раз и есть, это именно то, что вот контекст безопасности для процесса, как бы называется доменом, ну, как более узкое понятие такое. Смотрите, что мы сейчас попробуем сделать. Кое-нибудь надо мне открыть браузер. Если у меня прокинуты порты. Вот. 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 Может это с Elinux сработало и никакого патча? Нет, еще рано. Патч на термин. А, может быть... О, там у него будет проблема. Нет, нет. Мы сейчас не на Aptable смотрим. А, смотри. Ну, сейчас это тестовая страничка апатческая. Когда коллег на прошлый раз рассказывал, что когда мы обращаемся к серверу, он пытается искать файлик index.html или какой-то индекс с каким-то расширением. Давайте сейчас попробуем создать. И что-нибудь сюда напишем. Я его создал в домашней директории рута. Теперь мы переместим его в директорию Apache. . . . . А там уже что-то было. Вот. Может быть, да, что-то такое было. Вот. Обновим страничку. И ничего не происходит. . 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 Да. Это по умолчанию. Что у нас получается? Вот если бы я файлик... Можно создавать файл сразу с нужным контекстом? Или не нужно? Он автоматически создается. Потом... Не уверен. Значит, ты можешь... Контекст там, где ты его создаешь. Да. Контекст создается по умолчанию. То есть, если ты создаешь связь в папке от начала новых файлов, там будут нормальные... Пароль, дать? Смотри. Нет, нет, смотри, смотри. Тут, если мы создадим файл в домашней директории рута, потом скопируем его в апатч, то у нас контекст... Если мы его скопируем, то контекст будет правильный. Он исправится при копировании. А так как мы его смувили, контекст остался тот, который прикреплен к этому файлу. Как бы контекст перемещается, да, именно с файлом. Тут такая маленькая хитрость. Именно, чтобы показать, да, что происходит. Ну, все, что делать, просто, может, дать что-то там, там, сфайл, и показать все. Все правильно. А все действия, они, как бы, за эту самую ошибку, если нельзя ли вы меняете, или это какие-то там правила, меняете политику контекста безопасности, Можешь? Можешь, да. Ну, насколько я знаю, да, там, все это можно... Политики, они довольно гибко настраиваются. Единственное, конечно, там у них какой-то свой язык написания, вот, и в этом, конечно, это... А если, например, патч создаст файл, то у наследует он сколько-то? Да. То есть, все должно быть нормально. Смотри, дальше у нас есть... Да. Одна есть страничка. Да, а мы еще не... Подожди. Не меняется. Надо изменить теперь. Соответственно, правильно? Контекст безопасности. Контекст безопасности меняется у нас... Меняется у нас... Ресторикон. Внезапно. Мы можем сказать, что ресторикон на один файлик, либо минус R на все файлики, и эта команда поменяет нам контекст безопасности на дефолтовый. На дефолтовый. Для этой директории. Да. Для этой директории. Если мы сейчас посмотрим... Вот, видите, поменялось, что... BDSIS там, так-то... Сейчас обновим страничку, и должно быть все окей. Пожалуйста. Работает. Так. Идем дальше. Управление. Да. Здравствуйте, Маттас. Это же штука... Получается, в любом гидрее есть, и можно в любом гидрее... Ну, я имею в виду, а дистрибутивы на Зерис? Из коробки его поддерживают Центус, Редхат, вот эти вот дистрибутивы. А в Ubuntu из коробки, насколько я знаю, Апармар у них. Но... Но... Технологически обязательно поставить... Не уверен. Включить, скажем? Нет. А если она в гидрее не будет? Включить, наверное, можно включить. Нет, надо посмотреть. Не уверен, что все так просто. Ну вот. Как у нас происходит вообще все это управление? У нас есть самый главный файлик. Центр, асисконфиг, селинукс. Мы можем посмотреть, что у нас там есть. По факту у нас все закомментировано. Тут две штучки. Смотрите, раскомментировано два параметра. SeLinux Enforce. Это вот. Видно, да? Вот это я рассказываю. Смотрите, у нас SeLinux может быть, в принципе, в трех режимах работы. Включен, выключен и... Средний режим работы. Вообще, он как бы включен, но он ничего не блокирует. Он пишет нам просто влог. Это вот удобно именно... А, режим работы, как отладочный, можно сказать. Да, отладочный режим работы. Либо аудит какой-то наших приложений, когда мы не хотим вам что-то запрещать, а хотим просто смотреть, что они делают. Либо, когда мы настраиваем какие-то политики, мы хотим просто смотреть. Дальше мы уже во второй SeLinux Type. В общем, дальше у нас есть... Именно не просто включен-выключен, да? А и политика, которая будет применяться к... Именно, как сказать... Потому что именно режим работы самого SeLinux. Она же может быть, в принципе, как два режима безопасности. Самый хороший, это как мы делаем? Запрещаем все, потом разрешаем гранулированно. Ну, как и PTA быстро настраиваем. Либо, наоборот, разрешаем все, запрещаем гранулированно, да? Соответственно, так же SeLinux может работать. По умолчанию он работает в режиме запрета. То есть мы разрешаем все и запрещаем какие-то определенные штуки. Почему мы так делаем? Потому что... Ну, как бы как не мы, а так сделано, в принципе, да? Потому что предполагается, что CentOS и RedHat, да, о чем мы сейчас говорим, он дистрибутив общего назначения. Да, если бы мы запретили все, там, разрешили что-то определенное, как бы это было бы очень жестко. И люди бы замучились там все это настраивать. Вот. Режим такой, когда у нас запрещено все и разрешено что-то определенное, это режим именно каких-то секретных объектов, там, да, военные, какие-то еще что-то. Вот они их используют. И у нас есть еще один режим, когда у нас мало того, что все запрещено и что-то разрешено, у нас включается, ну, вот я в начале лекции, да, говорил, что именно как-то уровни доступа еще есть. Да, в SE Linux. Ну, вот. Когда, ну, мы там можем либо по уровням доступа как-то разграничивать документы, там, да, либо как-то даже, ну, там, как мы придумываем, по отделам можем, там, не знаю, документы разграничивать, там, не знаю, про самолеты, про танки, там, про суперсекретные ракеты какие-нибудь, да, и все это разграничить именно политиками SE Linux. Ну, вот. На самом деле, с помощью SE Linux мы можем делать вообще все, что угодно. Даже, например, вот если у нас... Понятно, если у нас вот просто несколько обычных пользователей, да, они друг к другу не имеют доступа. Если у нас появляется, ну, как появляется, если у нас есть пользователь root, у нас по факту есть только два уровня доступа, root и не root. Все, да, там, больше нам ничего не интересует. С помощью политика с SE Linux мы можем добавить еще один слой абстракции, мы можем сказать, например, root, не смотри на документы обычных пользователей. Запретить. Мы можем запретить root, там, вообще все что угодно, как бы, да. Да, очень-очень-очень гибкая система. Понятно, что если мы имеем, там, физический доступ к машине, да, что, ну, все можно сломать, вот, но по факту SE Linux можно настроить так, чтобы удаленно было не выключить, например, да. Это только, там, из консоли, там, когда физически подключишься к компьютеру. Вот, очень такая интересная система. Так, дальше, что там я еще хотел сказать. Дальше SE Linux мы можем задавать не только через этот файлик управлять, а параметрами, параметры ядра, параметры ядрем, ядру ядрем, ядрем, да. Вот, передавать при загрузке, да, включить, выключить, еще что-то сделать. Вот, перевод из режима выключен во включен, и во включен-выключен, и наоборот, нам нужна перезагрузка. Вот, перевод режима в режим, перевод работы Apache в режим как-то средний, да, вот это вот логирование, да, нам нужна перезагрузка, мы можем его перевести в этот режим, и все. Вот, посмотреть статус, вот у нас setStatus, тоже задать setEnForce, getEnForce, параметр минус Z, да. GetEnForce, это мы узнаем, включен ли импорт. Да, давай посмотрим. Да. Какой режим работы? Параметр минус Z, да, вот о чем в LS я говорил, в PS, в ID, вообще во многих уже появился утилит, да, который позволяет нам посмотреть именно контекст безопасности. Вот, такую нам шляпу. Ну вот, видите, у нас Apache, вот мы видим, что system, а что это PDT, да, у него контекст безопасности получается. CRONJOB еще есть, там, ну... Ну, все стандартные программы, да, есть? Да. Ну, то есть, наверное, распространенных, скажем. Да, 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 даже не только тех, которые входят, как бы, в стандартный действий бутик, да, и самых распространенных написанной политики. Так что редко, когда придется политику самостоятельно писать полностью. Кернл тут, да, у нас есть. У меня, наверное, ничего и нету здесь, там, чистая система. Так. Атрибуты, да, вот эти вот, SE Linux атрибуты. Команда TAR поддерживает минус... Здесь должен быть минус, два минуса. Минус-минус SE Linux, то есть, если мы добавляем в архив, сохранять эти атрибуты, да, либо используем стилиту S TAR, которая поддерживает их из коробки. А если TAR какой-нибудь файлик... Ну, создать архив TAR с этим, с атрибутом SE Linux, потом развернуть этот атрибут, он развернется вообще? Не, он развернется. Это как дополнительный атрибут просто. Вот и все. Вот этот Change Context. Мы можем не как мы в прошлый раз, да, там, скопировали файлик там и сделали ему Restore Context, да, то есть он не по умолчанию. Мы можем специально ему задать. Context. Вот такой. Посмотрим. Оу. В общем, можем вот так вот все это дело взять. Вот он раньше был, да, у него админ холм. Сейчас. А что-то подать? Систентр. Да. А где хранятся эти атрибуты? То есть они привязаны к файлам, получается, и мета данных? Да. Да. Файловая система должна поддерживать. Работа с Linux. Ну, он вообще полностью, да, у нас в системе, он в ядре, системные вызовы, файловая система, как бы, ну, все полностью завязано. Вот. Соответственно, про то, что он притормаживает систему, я говорил, да, что у нас, если у нас включена с eLinux, ну, это понятно, это как дополнительные какие-то проверки происходят. При включении с eLinux у нас потери производительности может быть 5-7%. Вот. Если вы хотите там выжать сколько-то скорости своего сервера, можно попробовать отключить. Ну, это так же, как с файловыми системами, да, там, если мы XT4 переведем на XT2, она будет побыстрее работать, потому что у нее там нету каких-то записей, там, метаданных, там, еще что-то, да, вот этих вот всяких фигней. Ну, понятно, что нам ничего не дается бесплатно, да, что за любой удобство надо платить. Ну, вот. Restore.con мы уже знаем. Вот. Вот этот вот файлик, авторелейбл, команда touch, понятно, что делает, да, что, если у нас файлика нет, то она его создает, если он есть, то она обновляет время доступа к нему. Ну, вот. Соответственно, restore.con мы только что делали, когда вот этот файлик, индекс.html обновляли в Rvvv, она восстанавливает контекст по, ну, дефолтовый контекст для этой директории. Вот. Вот. Вот этот вот файлик, авторелейбл, он как раз ответственный за то, что восстановление контекста для всей системы при загрузке. Ну, вот. Мы можем... А? То есть, получается, вот это тот самый путь, да? Да. Можно посмотреть, он есть, нет. А, честно. Ну, авторелейбл есть, авторелейбл нет. Ничего мы его сделать. Сделать этот файлик здесь. И при следующем старте системы, да, у нас будет полностью восстановление контекста для всех файликов. Ну, вот. Дальше. Управление. Управление. Да, управление. Контекст безопасности нам... А, контекст безопасности эти. Политики безопасности нам, я уже заговариваюсь, да, нам не обязательно учиться их прям вот писать, да, не обязательно там разбираться в этом коде. Очень многие политики безопасности позволяют нам их изменять на лету и меняя просто какие-то переменные, да, вот этот вот буллин. Ну, так называемые у нас есть выключатели и переключатели, как по-русски называется, да, типа переключатель. Если в этой политике как-то программисты подумали о том, что там что-то можно переключить, да, добавить, то мы можем это переключить, просто задав дополнительный параметр. То же самое сменить порт для работы Apache, я сейчас покажу, да, вот. Мы можем просто переключить, добавив разрешение этого порта, да, просто в политику. Вот. И нам не надо руками лезть и править там где-то какие-то конфиди. Ну, вот. Ну, это тоже самое, да, это должно как и поддерживаться именно в конфидах, соответственно. Вот. Всем этим делом у нас управляет, утилитка называется с E-Manage, да. Чуть-чуть повален. А? Чуть-чуть повален. Ага. Олег потом вырежет. Нет. В том, что Олег не вырежет. Давайте я пока потихо попробую стоптануть Apache на другом порту. Четыре восьмерочки вы повесили. Логин написан. Это мой логин сейчас чуть-чуть. Если что-то сломалось, ты не знаешь как? У тебя отключился Linux? Скорее всего, это будет Linux. Нет, дальше. Да, в последней фоне. Я еще взял, поставил и запустил RTPD в качестве бэкэнда. И он на коконе запустил RTPD в качестве бэкэнда. Смотри. Сейчас я расскажу. Ну, кстати, да, сейчас уже можно про логи. Ну, утилитка SE-Manage, понятно, я сейчас еще тоже покажу. Это позволяет нам управлять переключателями, добавлять какие-то политики, изменять, выключать туда-сюда. Ну вот, логи. А, еще это вот SE-Manage, это из командной строки, да? Если через графику, SystemConfig SE-Linux. Вот они тут, они тут и называются. А, вот он, переключатель. В общем, все это можно посмотреть, если может быть даже удобнее. Может, неудобнее. Вот, где брать информацию? WarLogAuditAuditLog. Наверное, все видели эти закорючки, там пытались читать. Я, по крайней мере, пытался. Не особо успешно. Вот. Смотрите. У нас вот самое простое объяснение, которое я мог найти на Хабре. Нашел, чувак объяснял. Как вообще читать этот лог, да? AuditLog. У нас кто? SourceContext. Контекст, да? Контекст безопасности, да? Типа кто? Куда? Target. К кому? Кому он обращается? К какому-то файлу, там, да? Или к чему? Ну, там, к процессу или еще. Класс. И зачем call? Call. 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 Ну, вот. Все у нас в политике, все вот эти вот сообщения именно SE Linux начинаются со слов AVC. Можно их прям грепить по AVC. Это, в общем, это про память. В общем, SE Linux, у меня где-то, может быть, даже записано было в прогалке, но он, в общем, загружается в эту память. В эту память он загружается. Access Vector Cache. Область памяти, в которой загружается SE Linux, если установлен... Нет, если установлен... Ну, вот. Дальше, смотрите, Message, Audit. Ну, время понятно, наше любимое, да? От какого-то числа там. Кто помнит? Плохо, и 96-го. С 0 января, 70-го, 70-го. Да, да. Первое время в секундах от 1 января 70-го года, да. Дальше, что? Deny, Pit, вот процесс, да, вот описание, что это ПД. Это я скопировал, просто, да, вот когда мы не могли к нашему файлику доступиться. Он говорит, пас, павлик htv, какое устройство. Вот, Source Context. Вот у нас что-то ПД. Т. Таргет. Куда он пытается? Admin Home. Т. И... Таргет класс. Директория. Почему-то. Наверное, должен быть файл. Давайте посмотрим. Warlock. Edit. Edit. Лог. Так. Сейчас. Чего-то тут дофига. Здесь не только, да, он пишет. Вот, аудит, denied. А, вот про наш порт, да? Вот, то, что я сейчас попытался Apache запустить на порту, которому нельзя. Вот он говорит, deny. Описание какое-то. Name. Байн. Типа не смог это. Pit. Вот он. Source Context. Httpd. Да? Порт. Понятно уже, да? Target класс. TCP socket. В принципе, уже понятнее, да? Ну, вот. Когда получается вопрос, вам нужно же добавлять, допустим, Engine или Apache, или сам, сделать он два контекста дезапарта. То есть, один был стандартный, который у него стоит. И второй по порту. Он мог. Что он мог. Ну, ты просто добавляешь ему разрешение работать на другом порту, и все. В эту политику. Это делает именно CELINUS, то есть, для него и для всех демон процессов, которые в поле-кодекте дезапарта. Да? Смотрите, дальше у нас что есть? Если у нас установлен пакетик, SetTarBlesshoot, во-первых, да, и SEAlert, то все эти сообщения могут писаться в RLockMessage. Вот. Но на самом деле не рекомендуется смотреть, да? Лучше читать либо AuditLock, потому что да, да. Вопрос тот же. В апачевский лок что-то пишется, что именно, что произошел закрыт на уровне Селены? Давай посмотрим. Или если запомнили, не знаю, что в плане Селены. Как не понять, почему Апачи на другом порту не появился? Нет, как он там называется? А что, это UPD? Да. RRLock? Нет, это... А, ну вот последнее сообщение, да? Извините, извините. Не очень понятно, да. Ну вот, про файлик, но более-менее понятно, да? А, если дебага патча? Да. Да, наверное, я не знаю. То есть я точно не знаю. Наверное, что-то будет, но я не знаю. Вот. А у нас есть, смотри, ну, как бы про если инокс надо знать, да, что надо помнить, что он может нам жизнь подпортить. Или наоборот. Ну вот. У нас есть очень хорошая штука, SE Alert, утилитка, которая позволяет нам, да. Загружение, да? Пакетик должен быть, да, установлен set troubleshoot. Вот. У нас появляется утилита SE Alert, которая позволяет нам вот из этих вот, из этих вот кракозябр перевести в нормальный и удобно читаемый вид. Вот. Мало того, что у нас появится нормальный вид логов, да, давайте посмотрим, кстати, даже. Вот. Плюс утилита SE Alert будет нам пытаться подсказывать, типа, с чем это может быть связано, да, что давайте-ка, может быть, изменим контекст безопасности для файла, там, еще что-то такое. Ну, понятно, что это надо, надо с умом подходить к этому, потому что нам не всегда надо менять контекст безопасности для файла, да, может быть, у нас просто, может быть, ему и не надо быть, да, и пытаться там куда-то туда лезть. Так, warlock audit log. Давайте. Вот. Где-то там было. Ну, давайте просто. Сейчас он подумает. Что мы будем делать. Они пытаются графически открыть. Да, я могу такая бы. Пытается, да, что-то такое. Вот это графическое тут, да, но она сейчас напишет здесь. Катру. Вот. Вот здесь. Где начало? Во-во-во. Он пытается, да, он пишет, что там. Ну, видите, все соки там, приливали. Ну, и какое-то описание. Вот он, где порт. Ну, здесь уже более понятно, да, все в таком виде. А, ну, вот, Rafa audit message здесь. Ну, вот. Там вот указание на политику, что-то там, policy и так далее. Это какой-то файл или что? Или это набор файлов с политиками? Вот это вот, SE Linux. Да, это набор политик. Это даже пакетик, который тебе ставится по умолчанию сразу же набор. Вот. Смотрите. Соответственно, ну, вот мы почитали, мы вспомнили, да, что у нас есть SE Linux, что, скорее всего, он нам блокирует. Мы поняли, да, что по ошибкам уже там три раза и в таком виде, и в таком почитали, короче. SE manage нам поможет. разрешить порт. Se manage порт минус а add мы хотим добавить разрешение вот это, обращаясь к этому порту в политику. add минус t тип, тип, да, это этот, а что тп, а что тп, порт тп, а дальше, что у нас, протокол, tcp, и порт, показываем. Сейчас он подумает, подумает и добавит. А, что тут это добавит? Он добавит разрешение апачу слушать на этом порту в его политику. Как он узнает про апачу? Так он... все увидел, все увидел. Получается, даже не апачу, а конкретные политики, да, которые грязаны. Да, да, да. Почему-то долго. Она не только к апачу, она еще и к инжинксу должна быть грязана. Да. Скорее всего. Скорее всего. Ну, то есть, ну, понятно, да, что мы можем, как бы, сделать отдельную политику только для апача, можем сделать отдельную только для инжинкса, как бы. Но, по факту, да, скорее всего, это, кажется, тг-порт. Почему он так долго? Ну, что-то так долго. О! Окей. Давайте. Окей. Выпустился. Я только сейчас мне... На каком там? Четыре восьмерки, да? Нет. А? Да. А, ну, ну, понятно, то есть, ну, работают. Ну, или может, там... В общем, то есть, то, что страничка не закешировалась, там, да, что это... Правда, апач. Ну, что мы видим, то, что мы видим. Вот. В общем, такие дела. Что еще? Ну, и что дальше делать с этим делом? На самом деле, очень хорошая документация у RedHut. Как бы, да, что посмотрите обязательно на сайте. Там вообще про все у них очень круто расписано. Вот. А так как вы знаете, что у нас RedHut, по факту, CentOS, это то же самое, да, что все это применимо. Там по SE Linux, там есть огромный талмуд, и можно все это почитать. Ну, man, никто не отменял. Блоги, смотрите, вот очень есть крутой чувак, пишет по-английски, его зовут Дональд Дэн Волш. Ну, вот он там прям разработчик этого SE Linux, у него есть журнальчик, журнал, чик, журнальчик, он туда очень часто пишет, всякие интересные штуки. Вот. Так как, ну, обычно он пишет про Федору, понятно, да, что Федору, это как такой тестовый полигон у них. Вот, они там пишут и планы, и что мы там делаем, какие ошибки, там очень-очень много у него, да, и можно даже, говорят, с ним пообщаться, типа он, гадзых челчал. Вот. Еще очень крутой мужик, Андрей Маркелов. У него очень хороший блог, там несколько статей про SE Linux, правда там такого уже какого-то года старого, но там все довольно понятно написано. Ну и конечно там Радхатовский курс есть, и на хабре есть несколько хороших статей, можно почитать. Там есть даже хорошая статья, которая именно про создание этих политик, да, вот этих вот именно таких более жестких, по факту надо как-то называть, типа создание защитного дистрибутива или что-то такое. Я потом ссылочки скину в ВКонтакте. В общем, такие дела. Может быть вопросы. А эти свои собственные политики продаешь и клану попал на новое или игрок? Почему нет? Я думаю, что можно. Ну по факту, то есть политика привязывается конкретно к файлу. То есть если ты выдернешь из одного SE Linux и включишь его в другой, то политика, если там включен SE Linux, она сразу припределяет. Если ты сохранил, как бы да. А, то есть получается, она даже в это самое, нет? Она метаданных файлов, она привязывается. То есть то, что ты переносишь, оно как бы должно уметь переносить эти политики. Метаданные файлы, контекст, да, да, не политику, а именно как бы, да. Контекст политики. А где политика? О, спросили тоже. А директория SE Linux? О, нет, это же как все бы файлы СМ? Нет, SE Manage. А вот, смотри-ка, да, много интересного. Ну, на самом деле я так особо глубоко не разбирался, честно скажу. Именно на таком уровне больше администрирования, да, там я вот сталкивался с ним. Да, 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 но здесь именно, да, о том, чтобы написать политики, где там, чего находится, там все это, да. Я не совсем все это понял, потому что я создаю собственную собственную политику, да? Да. Которую нет в плате, но в кастом. Я ее создаю, вот, потом я эти файлики, допустим, переношу на другую систему. И эта политика, она сохранится или нет? Ты политику должен тоже перенести? Да, политику тоже перенести. Конечно, да. То есть, если ты даже перенесешь файлы, как бы, с атрибутами, со своей старой политикой, как бы, то... Они просто запишут, там, а вот, в системе, вот, в политике, которая не принята, там... Ну, да, да, как-то там, Ан, Ан, что-то там... Если он такое не знает, то в чем он с ней будет делать? Он ничего не будет с ней. Либо игнорировать, либо заблокировать, ну, в зависимости от того, кто это политик. Ну, скорее всего, да. Не политик, это режим. Можно даже... Что? Если ему контекст какой-нибудь создать Это метод, которого он не знает Что-нибудь будет испортить Нет, мы не можем сменить Но по идее, если ты в своей системе привязал Надо тестировать Может быть он перенесет с такими атрибутами Может быть поправит их Что-нибудь поправит Как он вообще прописал Ну как он просто Пайли какой-нибудь поправит Что? Полный контекст Давай посмотрим Это не... Ты понял? Да Ага А в этих в полисе В полисе, да Что-то такое Воу Воу Угу Человеческого Да где-то есть Ну Где? А может Крепник В полисе версии Может в этом и соль Чтобы не показывать политики Да нет, мы же должны Мы должны В полисе версия Версия политика Да, это можно тоже посмотреть СЕ24 Видишь Это СЕ-модуль СЕ-модуль Видите? СЕ-модуль 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 А, так Вот Список загружен Здесь Полито На модуль Ну, Можно добавлять свои из файлов с помощью всем ну а не стал апгрейд он дисплей есть где язык это список чего это список политик привязан и умолчанию что посмотреть подробнее давай кого выключим схема модуль сломали все нам он ее не выгрузится то есть не дает нам другом порту я хотел выключить политику для именно это вот он говорит да дизайбл не долгит ну для апачи там что было но это же апачи на списках он был у нас тоже в чтф для него я уже греку и качку качки дмитрий модуль т.к. ну полевожен в борт с на этом году с политикой ну но вот так далее политику мультипает он есть листов у нас то что таки надо указать эту патч будь дешевле Мы сейчас Олег найдем в интернетах. Это, видимо, скомпилированная политика. То есть, фактически, мы должны создать файл, а как мы можем? Что мы можем? Что мы можем? Что мы можем? Вот список. А, список. То есть, получается, надо создать политику, скомпилировать политику и загружить ее, и она памятная. А та папочка с сериумом, насколько я понимаю, это псевдоправильная система, что это вроде плохо. Прочитав кальпус, надо узнать, что у нас просто памятник на самом деле. логично. Потому что, что быстрее ровно бывает. Ну вот, да. Как-то так. научиться создавать политик, комплинировать, устанавливать. Вот это ваша информация. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе.